Хочу сказать несколько слов про психологическую экспертизу, которая назначается в рамках судебного процесса, где два родителя борются за ребенка. Обычно такую экспертизу заказывает родитель, который наблюдает у своего ребенка симптомы или признаки так называемого синдрома отчуждения родителя, или пас, parental alienation syndrome, в интернете, по крайней мере, в узких кругах именно это обозначение, конфликт лояльности на самом деле он еще называется. Ну, в общем, когда хочется доказать и показать в суде, что мнением ребенка манипулируют. Ну, например, это может быть, если идет процесс заопределения местожительства ребенка, например, один из родителей может убеждать, убеждать ребенка о том, чтобы ребенок выбрал именно его. Или же такой пример, например, мама, ну, жалоба такая, достаточно часто встречающаяся, что когда ребенок возвращается от отца, я своего ребенка не узнаю. И вообще, я переставала узнавать своего ребенка, я вижу, что есть какое-то влияние, например, ребенок агрессирует или там как-то себя не так, ну, не так проявляет, да, то есть есть подозрения. И вот тогда возникает желание, да, а что же я могу сделать для того, чтобы вывести вот эту ситуацию на чистую воду. Так вот, перед экспертизой и вообще в этой теме необходимо понимать следующее. Так, первое. Сама психологическая экспертиза – это достаточно дорогостоящая штука и достаточно сложная, растянутая во времени. Платит за нее тот, кто ходатайствует в суде, то есть тот, кто в чьих интересах, ну, вернее, как не в чьих интересах, да, а кто за нее, кто о ней просит, запрашивает. Хотя да, конечно же, экспертиза – это нейтральная сторона, она достаточно длительная, потому что там исследуется и отдельно, как каждый из родителей, и отношения отдельно с каждым из родителей, и комплексно. Вообще, на самом деле, вот эти моменты нужно уточнять в том месте, да, где вы планируете проводить экспертизу. Важно как бы умозрительно для себя понимать не только цену, но и процесс, и насколько вообще возможно для вас вот это участие. Во второе – это то, что экспертиза не является панацеей и не гарантией того, что справедливость в суде наконец-то восторжествует. Я вообще считаю, что данная проблема не решается в судах. Суд своего рода – это, скажем так, вершина айсберга, и, пожалуй, даже конфликтогеном можно назвать вот этот процесс. То есть может такое быть, что деньги, которые будут потрачены, в глобале ситуацию вашу не решит. Важно, да, вот, а вот тут вот очень важно отметить, что если все-таки вы заказываете экспертизу, очень тщательно необходимо подойти к вопросам, которые ставятся вот прям по пунктам, да, к эксперту. И, к примеру, важно не только обнаружить и зафиксировать, ну, вот этот конфликт лояльности, ну, назовем, да, явление, да, вот, явление обнаружить. Потому что нам кажется, что если мы сейчас со всех утюгов скажем «наконец-то», да, что вот же ж, эксперт сказал, что это есть, да, это манипуляция, это вот феномен, да, вот он такой существует, что действительно один из родителей вот так влияет на ребенка, то нам кажется, что ну вот же ж, да, и будет справедливость. То есть важно в своих вопросах также ставить, скажем так, на будущее, то есть, к примеру, важно не только обнаружить и зафиксировать, но и запросить у эксперта, как повлияет вот это в будущем на выстраивание отношений ребенка с отдельно проживающим родителем. То есть если ребенок будет проживать, допустим, с мамой, то как в долговременной перспективе мы можем ожидать будут, есть ли возможность, да, вот при данном влиянии, скажем так, выстроить близкие отношения между вторым родителем папы. Ну и то же самое наоборот, да. Вот этот вот вопрос, я его встречала, я внизу дам ссылку на, или можно поискать в гугле судебного эксперта Татьяну Адмакину, она ведет блоги, и вот я у нее как-то встречала данный вопрос, его себе выписала. По-моему, она, у нее есть даже там какой-то целый список, ну я точно не знаю, но вот имя я даю. Так, и важно понимать, что любой шаг вообще в рамках судебного вот этой войны, не побоюсь этого слова сказать, воспринимается именно так, да, вот это военные действия на поле юридическом, воспринимается второй стороной как конфликтоген. Что такое конфликтоген? Это некое событие или некий, скажем так, триггер, который приводит к эскалации конфликта. То есть, например, может такое быть, что, ну вот у меня, например, такое было в моем опыте, я встречала также, когда настолько вот родитель, да, не хочет, то есть воспринимает это как за агрессивный шаг, что прямо вот может вбиваться, да, в голову ребенка, что психолог это опасно, что любое взаимодействие с психологом это опасно. То есть он сам это чувствует, я хочу тут подчеркнуть, то есть он сам это будет чувствовать, и он может это передать как установку ребенку. Поэтому в любом случае это надо понимать, что данная экспертиза будет восприниматься не только второй стороной, но и ребенком тоже восприниматься как очень стрессующее событие, вот, само по себе, да, на входе. Ну вот этот момент важно было сказать. Но это не значит, что я против экспертиз. Главное, что я хотела бы сказать, это что не нужно возлагать слишком завышенных ожиданий на экспертизу, как на решение ваших проблем. Я всегда говорю, что первично это наша глубинная работа с собой. И поэтому я предлагаю вам прийти все-таки на консультацию, вот, для того, чтобы разобраться. К экспертизе надо относиться с точки зрения рацио. Я, кстати говоря, мне задали вопрос на ютубе, я почему записываю это видео. Мне задали вопрос на ютубе, девушка мне потом личку написала. Вот, ну я там ей дала короткий, как бы, ответ и записала еще достаточно подробный... Она спросила про мой опыт, у меня дважды было подобная ситуация. Я подробно этот опыт свой записала на канале у себя. А также, наверное, какие-то рекомендации, ну, как бы даже не столько с моего личного опыта, сколько уже, когда, ну, на большом расстоянии я анализирую, да, вот эту всю ситуацию. То есть я занимаюсь тем, чтобы преодолевать глобально, да, вот эту проблему синдрома отчуждения родителя и выстраивание отношений с ребенком, не проживая с ним. Вот, и если говорить про экспертизу, тут нужно чисто рационально подойти, и, конечно же, к ней подготовиться. А решать проблему нужно на уровне глубже. И не откладывать это решение, пожалуй, так. То есть не возлагать. Так получается, что у нас есть мнимая идея, да, вернее, как идея, что это все можно решить в правовом поле. Ну, так получается, особенно, когда только человек сталкивается, видит, да, он начинает искать информацию, он, естественно, обращается в суд и так далее. Но опыт показывает, через меня много опытов прошло, опыт показывает, что запутывание, залипание, как в паутине, получается. Это все выкачивает очень много денег, ресурсов. Вот, когда я говорю, что с точки зрения рацио надо относиться, именно измерять свои ресурсы и понимать, как бы, что... Да, и еще важно замечать, какое намерение, какое глубинное у меня намерение. Если у меня намерение вывести второго родителя на чистую воду, то это одно намерение. А если намерение у меня решить глобальную, судьбоносную ситуацию, это совсем другое намерение. И здесь могут быть альтернативы. Но про это не в этом видео, но и всегда мы говорим про это на консультациях, потому что там можно разобрать ситуацию полностью и досконально, несмотря на похожесть. Каждая ситуация очень индивидуальна. И могу сказать, что не затягивать, да, не затягивать с тем, чтобы иметь возможность. Просто когда идут активные боевые действия, зашоренность некоторая, да, очень большое поглощение данной травмой. Поэтому я бы сказала, наверное, что без помощи здесь даже и не обойтись. Вот. А если мы работаем с собой и с тем, что с нами происходит, повышаем осознанность, тогда и действия наши вовне, вот в этом социум, в юридическом поле и так далее, они более конструктивны и действительно помогают, действительно ведут на разрешение. Потому что действительно экспертиза может быть таким, ну, в торгах участвовать даже, я бы так приоткрою завесную. Ну, это один из косвенных, скажем, ее возможных смыслов. Ну, пожалуй, все для короткого видео достаточно. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, какие ситуации у вас, и можете делиться опытом своим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!